Изменим наименование элемента, который выводится в нашем компоненте. Перейдем на страницу с компонентом и обновим ее. Мы видим, что нам выводятся данные с кэш, и для того, чтобы информация актуализировалась, необходимо либо очистить кэш компонента, либо дождаться окончания его периода активности. В данном случае очевидны и минусы технологии. Посетитель сайта не видит обновления информации, пока не истечет время жизни кэша, или пока кэш не очистится вручную. Добавим зависимость идентификатора кэша от групп пользователя. Воспользуемся методом getUserGroupString, получающим строку из групп пользователей, и добавим ее в идентификатор. Обновим кэш компонента на странице, для того, чтобы изменился идентификатор. Видим, название изменилось. Теперь откроем страницу под неавторизуемым пользователем, в режиме incognito. Сейчас отображаются актуальные данные. Затем изменим, например, название элемента администратором и обновим кэш на странице. Данные поменялись. Откроем под неавторизуемым пользователем. Видим, наименование прежнее. Данные не актуальны. Бывали ситуации, когда контент-менеджер добавлял новости в административном разделе и не видел новой новости в публичной части. Убрать этот минус позволило введение новой технологии в кэширование, использование тегов. Начиная с версии 9.1.0, появилась возможность помечать кэш тегами и далее при необходимости по ним очищать. Тег в данном случае просто метка, к которой привязан к кэш. Стоит отметить, что кэш типовых компонентов, инфоблоков, имеет тег, связанный с ID инфоблока. При изменении информации в инфоблоке очищается весь кэш, имеющий такой тег. Возможность тегирования и очистки кэша по тегу реализуется методами класса C-CashManager. Посмотрим некоторые особенности при работе с ними. Для обращения к методам класса C-CashManager используется глобальная переменная CashManager. Метод, позволяющий тегировать кэш, регистр тег, принимает строковый параметр наименования тега. Кэш тегируется в рамках директории кэша, внутри методов star-tag-кэш и n-tag-кэш. Метод start-tag-кэш принимает параметр директорию хранения кэша. Метод n-tag-кэш завершает область тегирования, начатую в start-tag-кэш. Методы могут вызываться в ложно образуя стег. При этом теги, назначенные на каталог кэш-дир-3, будут также связаны и с кэш-дир-2 и кэш-дир-1. Теги, назначенные на кэш-дир-2, будут связаны и с кэш-дир-1. В итоге тегирование может иметь следующую структуру. Рассмотрим пример, который реализует очистку кэша по тегу, привязанному к ID инфоблока, на событии изменения элементов. Присвоим собственный тег кэшу в нашем компоненте. Запустим start-data-tag-кэш с параметром директории кэша в переменной cache-p, используя глобальную переменную cache-manager, сразу после запроса на получение элемента инфоблока. В условии наличия элемента зарегистрируем тег кэш-тест-айблок-ид и далее ID инфоблока через метод register-tag. Продолжение следует... После условия добавим n-tag-cache. Теперь можно очищать кэш, который обладает тегом cache-test-айблок-ид и далее ID инфоблока с помощью метода clear-by-tag. Добавим очистку кэша на события обновления элемента. Для этого зарегистрируем обработчик событий в файле init.php. В данном случае мы, воспользуясь событием on-after-i-block-element-update, зарегистрировали его через метод addEventHander. В обработчике добавим проверку на наличие глобального объекта кэш-менеджер. А также проверку на наличие глобального объекта кэш-менеджер. На инфоблок новостей. Вынесем значение ID инфоблока в константу. Далее будем очищать все кэши, обладающие тегом cache-test-айблок-ид. С помощью метода clear-by-tag. Обновим кэш на странице для того, чтобы тег присвоился к кэшу. Изменим, например, наименование элемента. И перезакрутим страницу без clear-cash. Как видим, данные поменялись, кэш обновился. Стоит сделать важный вывод. Для поддержки актуальности информации на сайте, все новые разработки желательно делать с использованием тегов. В качестве примера можно привести типовой компонент списка новостей, работающий с инфоблоками. Период кэширования в нем по умолчанию составляет более года. По факту же информация актуализируется каждый раз при ее обновлении в инфоблоке. Типовые компоненты поддерживают тегированный кэш. Режим работы с тегированием называется «Управляемое кэширование». Режим работы можно настроить как у отдельного компонента, так и для всех компонентов в административном разделе. Для этого перейдем в раздел «Настройки», «Настройки продукта», «Автокэширование». И во вкладке «Управляемый кэш» можем включить этот режим, нажав на кнопку. В типовых компонентах можно не использовать собственную очистку тегированного кэша по событию изменения элемента, как было показано в прошлом примере. Посмотрим, изменится ли наименование новости в типовом компоненте, тогда как сброс кэша на событие обновления происходит только по нашему тегу кэша. Изменим наименование элемента. Обновим страницу раздела «Новости Ньюз». Как видим, наименование изменилось. В типовых компонентах регистрация тега «RegisterTag» происходит в методах «Fetch» и «GetNext» класса CI-BlockResult, объект которого возвращается запросами типа «GetList», например, CI-BlockElementGetList и CI-BlockSectionGetList. Сам тег связан с ID инфоблока и имеет вид «IblockID» и далее «ID инфоблока». Сброс кэша по тегу «IblockID» вызывается в методах «Add», «Update» и «Delete» для элементов, разделов и инфоблоков. То есть то, что мы проделали вручную с обновлением на событие, в типовом механизме уже заложено. В таком случае для нашего компонента есть возможность избавиться от очистки кэша на события обновления элемента. Как указывалось ранее, тег с привязкой к ID инфоблока добавляется в методе «GetNext», то есть в нашем случае он уже привязан к кэшу. Тег «CacheTestIblockID» можно удалить и закомментировать очистку кэша по этому тегу в «Init.php». Отметим, что в данном компоненте тегирование и очистка кэша по собственному тегу на события изменения элемента приводилось в качестве примера. Обновим кэш страницы. Изменим наименование элемента. Обновим страницу с использованием кэша. И, как видим, очистка кэша по тегу с привязкой к ID инфоблока работает так же, как и для остальных компонент, работающих с этим инфоблоком. Что если на сайте используется несколько компонентов, выводящих одну и ту же информацию? Рассмотрим это на примере стандартных компонент списка новостей. В блоке «Слева» и в разделе «Новости». Они выводят элемент из одного инфоблока «Новости». Изменим какой-нибудь элемент из этого инфоблока. Например, этот. Поменяем анонсовый текст. Обновим страницу. Видим, что кэш обновился у обоих компонентов, выводящих одну и ту же информацию. Это означает, что два кэша у компонента списка новостей слева и у компонента списка новостей в центре страницы, помечены одним тегом, по которому происходит сброс кэша на события и обновления элемента. Продолжение следует...